Всем здравствуйте! Мы продолжаем проходить Mass Effect 2, ну и я в перерыве между эпизодами сбегал на Нормандию и купил такие усиления для пистолета-пулемета. Ой, фу, для крупнокалиберного пистолета, простите. И мне бы все же хотелось посмотреть каюту Шепарда теперь. Тем более у нас должен быть космический хомяк. Рыбки! Как обалденно! Мы можем покормить рыбок, смотрите. Что-то им много закинули. Ну, ладно, это не столь круто. А где хомяк-то? Космический хомяк! Какая прелесть! Ладно, медаль меня не интересует, а вот это дико круто. Зашибись! Интересно, что еще мы сможем в каюту нам добыть? Ну, блин! Обалдеть! Ладно, давайте достижения глянем, интереса ради. Что-нибудь. Просто в первой части они давали всякие ништяки. Заручиться поддержкой воровки, завоевать преданность наемника. Это мы сделали. Ладно, давайте возвращаться на карту. Ну, и как я и обещал, мы в этом эпизоде с вами отправимся смотреть... Эй! Отправимся смотреть, я сказал. А что у нас с топливом? С топливом у нас, кстати, все хорошо, как и с дронами. Так, отправимся к Джеку. А где она? Завербовать преступницу. Кажется, да. Так, здесь у нас завербовать Крогана. А у нас внутри системы же топлива не тратится, да? А где преступница? Эй! Она не показывается, что ли? А, ну, может, на карте с туманности нам покажут. Так, завербовать Крогана. Подождите, какого Крогана? Преступницу. Еще раз. Давайте-ка посмотрим личный терминал тогда. У нас, кстати, были новые сообщения. Непрочитанные сообщения. Спасибо еще раз. Вот сами ж бати. Капитан Шепард. Мистер Удина предложил передать вам письмо. Я хотел бы еще раз выразить свою признательность за то, что вы помогли мне получить тело погибшей жены. Хотя ничто не может исцелить боль утраты, зная, что с ее телом обошлись должным образом, я могу быть спокоен. На земле я открыл свой ресторан. Как всегда, хотела сделать моя жена. На стене там висит фотография Нейрали, а солдаты Альянса едят за счет заведения. Это меньшее из того, что я могу сделать, чтобы почтить труху храбрость, с которой вы и моя жена служили человечеству. Искренне ваш, самеш-батя. Прочитано. Так вы живы? Как же получилось, что вы вышли из-под прикрытия, где провели два года, но не предложили эксклюзивное интервью своему любимому репортеру? Когда решите передохнуть и будете готовы пообщаться, дайте мне знать, Эмили Вонг. Ага. От спутница Шаира. Это кто? Капитан, я думала, что мои одобряющие слова вам не помогли, что они оказались бесполезными, но мне передали, что вы живы. Я рада слышать, что ваше путешествие не закончено, но чувствую, что вы снова направляетесь во тьму, еще более глубокую. Сражаясь с Сараном, вы испытывали только себя, но боюсь, что теперь вам нельзя полагаться лишь на свои силы. Сделайте все возможное, чтобы те, кто бьется на вашей стороне, воевались с ясным разумом и чистым сердцем. Берегите себя, спутница Шаира. От доктора Хлоя Мишель. Капитан Шепард, я была очень рада услышать о том, что вы живы. Мне было больно услышать о гибели Нормандии и тех, кто не успел выбраться с нее. После того, как вы пропали и все стали говорить о вашей смерти, я испугалась, что уже никогда не увижу вас и Гаруса. Когда вы с Гарусом охотились за Сараном, вы очень помогли обитателям жилых секторов. Галактики нужны такие, как вы, и я рада, что вы по-прежнему с нами, чтобы защищать тех, кто привык всегда на вас полагаться. Нет ли случайно рядом с вами Гарус? Когда я обрадовалась, узнав о том, что вы выжили, я подумала, что он мог погибнуть. Я оставил ему несколько сообщений, но вы же знаете, как редко Гарус проверяет свою почту. А его адрес для голосовой связи, наверное, уже не работает. Он не ответил ни на один звонок. Гарус так предан своему делу, своему увлечению, что часто забывает обо всем и обо всех вокруг. В общем, если вы знаете, где сейчас Гарус, я была бы очень рада получить от него весточку. Или встретиться с вами обоими, если вам случится пролетать рядом с Сатаделью. Спасибо, Хлои Мишель. И что там? Оружие и броня. Встреча с Касуми. Ага. А, подождите, но... Про Касуми мы уже сделали, правильно? Да, Касуми мы закончили. Давайте тогда смотреть, что у нас есть в журнале. Задание. Досье преступницы. Джек. Биотик исключительной силы. Ла-ла-ла. Джек находится на Турианском корабле-чистилище? Джек находится на Турианском корабле-чистилище. Ага. Отлично. А где мне искать в этом скоплении Турианский корабль-чистилище? Здрасте, приехали. А, ладно. Топливный склад вижу. Ретранслятор вижу. Турианский корабль-чистилище не наблюдаю. А, дайте мне, наверное, немного потупить, и мы с вами вновь встретимся. На, и до меня дошло. Я просто не туда кликнул. Всего... Подождите. Я туда кликнул, я практически уверен. Ну ладно, в часы. Вот такой вот неприятный мисс-клик вышел. Но вот теперь все на свои места встало. Вот он корабль, точнее тюрьма-чистилище. Странно, конечно, что мы идем в тюрьму ее вербовать, но может и передачинку какую-нибудь милую привезем. Чистилище, принадлежащее группе наемников «Синие светило», да опять «Синие светило», да что ж такое-то. Некогда являлось кораблем-копчегом для содержания скота. Теперь здесь содержатся пленники, либо захваченные в бою, либо проданные нечистоплотными политиками под видом работы по субконтракту или аутсорсинга. Входят слухи, что некоторых пленников «Синие светило» продают батареанским работорговцам, но немногим удалось присутствовать при такой сделке и выжить, рассказав о ней. Официально на Чистилище находятся 4350 живых существ, нифига себе. Но независимые журналисты считают, что в некоторые периоды эта цифра бывает втрое больше. Обалдеть. Мне интересно, нас сразу огнем встретят? Или все-таки там какой-то уговор есть? Мы с собой можем скольких взять? Раз, два, двоих. А Мордин и Гарус у нас же еще не сражались вдвоем с нами, правильно? Поэтому давайте-ка их испытаем. У Шепарда. Я вот даже не знаю, мне очень нравятся воспламенения. Но совершенство в технике клевое. Бу. Кстати, боевой дрон. Так, воспламенение. Плазма сжигает или плавит все, чего касается, и плазма поражает несколько целей одновременно. Я не очень понимаю разницу, но мне кажется, волна прикольнее. И перегрузка. Тяжелая перегрузка. Урон, а здесь увеличивается радиус. Ммм. Ладно. Эмм. Или накопить на совершенство в технике, а? Давайте накопим, наверное. Что-то я в прошлый раз, кажется, считал. Ой. Так. У нас у Гаруса что? Тяжелая винтовка и снайперская винтовка. Отлично. У Мордина у него цикада и ручная пушка-палач, которую мы тоже усилили. Круто. Ну, по крайней мере, нас издалека не обстреливают. Но это, кажется, не мы, это, кажется, они. Ну да, логично, мы в нормальном. Да, смотрите-ка, сходу по нам не палят, но сохраниться никогда не мешает. Ну, Шепард, побежали. А здесь что-нибудь лежит у них бесхозное, я вот смотрю. Но, видимо, нет. Приветствую на чистилище, Шепард. Ваш груз обрабатывается, скоро вы сможете его забрать. Это судно строгого режима. Вам придется сдать оружие. Вот он выбор. Вот он выбор. Иди к черту или нет. Я не могу это сделать. Всем вольно. Капитан, я начальник тюрьмы Курил. Это мой корабль. Вы сможете забрать оружие на обратном пути. Поймите, что это обязательно стандартная процедура. И снова у нас есть выбор. Как же так? Мы скажем ему, этого не будет? Или что мы не отдадим свое оружие? Для меня стандартная процедура не расставаться с оружием. Пропустите их. Мы хорошо подготовлены и можем не опасаться неприятностей со стороны трех вооруженных людей. Мы выводим Джек из кризисного состояния. После подтверждения оплаты задерживаться не стоит. Давайте пройдем блок выписки, капитан. Пошли. Что-то мне подсказывает, что все пойдет... Не так просто. Второй корпус. Как видите, мы четко контролируем заключенных. А зачем им замороженные рабы? В чем профит? Каждая камера — самостоятельный модуль. Я открыл несколько прямо в космос в качестве наглядного примера. Корабль состоит из 30 одинаковых корпусов. Всего у нас содержится несколько сотен заключенных. Мы можем закрыть все камеры до последней в одно мгновение. Здесь все и всегда идет по плану. Хм. Ну, давайте посп... Попробуем... Попоспро... Попоспро... Да, поспрощаем. Можете рассказать про Джек? Сербер не выдал вам информацию. Джек — самый плотный комок ярости и злобы, что я встречал. Он опасный, безумный и очень сильный. Скоро вы увидите. А что, если на миссии Джек нам предстает сражаться не с ними, а с Джек? Это был бы, кстати, прикольный поворот. Но я сомневаюсь, что так будет. Как вы попали на этот корабль? Я служил в полиции наполовину. В какой-то момент устал видеть, как преступники бегут из тюрьмы обратно на родину, чтобы там повторять свои злодеяния. Охотники за головами слишком ненадежны. У меня появилась идея — собрать преступников в космосе, сделав галактику безопасности. Вы делаете так, потому что считается это необходимым? Каждый день я наблюдаю все худшее, что создала разумная жизнь. Правительство слишком мягкотелое, им тяжело принимать непопулярные решения. Кто-то должен взять все в свои руки и сделать галактику безопасной. Ммм. Содержать такое количество заключенных в космосе — недешевое удовольствие. Мы можем решить некоторые вопросы, неразрешимые для планетарных правительств. Кроме того, за каждого заключенного платят его родной мир. Эти люди опасны, и их родные планеты платят, чтобы их держали здесь. Что происходит, если родной мир не хочет платить? Мы объясняем, что не сможем самостоятельно содержать заключенного, и что будем вынуждены выпустить его на свободу, не указывая места и время. Смахивать на вымогательство? Можете критиковать мои действия, но не сомневайтесь в их причинах. Это очень опасные люди, а я удерживаю их под замком. Давайте поспешим. Были попытки бегства? Мы в космосе, бежать некуда, и они это знают. У нас высочайшие нормы безопасности, ведь среди заключенных есть очень опасные индивидуумы. А, ну, да. У нас есть множество способов сдерживать заключенных. Я хочу проверить, что средства от сербера уже поступили. Блок выписки дальше по коридору. Пройдите мимо помещений для допроса и крыла строгого режима. О, я чувствую, там мы что-то увидим. Встретимся позже, Шепард. Да. Фегаси у них тут, конечно, масштабненько. Ничего не скажешь. Чуваки тусят, причем посредине всего этого тюремного зала, смотрите, стоит вооруженный охранник. Видимо, охрана настолько суровая, что никто даже не подумает. А в своем уме? Негуманно, неприемлемо. Нарушение основных правил чести. Я могу чем-то вам помочь? Нельзя бить заключенного, который не может дать сдачи. Это нежный массаж по сравнению с тем, что он делал со своими жертвами. Не стоит опускаться до его уровня. У меня есть приказ. Не хватает полномочий принимать собственные решения? По правде, я сам от этого устаю. Может, и толка нет никакого. Прекратите, вам же будет лучше. Да, вы правы. Хватит, пока что хватит. Да уж. Эй, вы, подойдите, я хочу вам кое-что сказать. Вот так вот у тебя спальник, сральник, все в одном месте, и все это еще на виду? Вы ведь выкупаете заключенных. Можете и меня выкупить. Слушайте, мне даже все равно, куда вы меня заберете и что со мной сделаете. Все лучше, чем здесь. Расскажи мне про Джек. Джек? Забудьте, что я говорил. Я с вами никуда не пойду. Видимо, она действительно известна печально. Расскажи мне про Джек. Смешайте самую большую жуть, что с вами случалось с полным безумием, и добавить тебе отеческой силы, что башка пола. Больше я ничего не скажу. Мне казалось, тут тюрьма, а не рынок. Иногда люди выкупают заключенных, чтобы самостоятельно их наказать. Ну, вы понимаете. Начальник продаст нас любому, кто хорошо заплатит. Зачем они допрашивают того заключенного? Он знает что-то важное? Да ну, это ж Бимми. Ничего он не знает. Просто укокошил кого-то в душу вчера кажется. Начальник тюрьмы мог много денег заработать на убитом. Так что не хотел бы я быть на месте Бимми. Ну, кстати, Бимми в том числе сам виноват. Все-таки. Он кого-то укокошил в душе. Мне кажется, душ и толкан должны быть безопасными зонами, черт возьми. Жестоко они за него взялись. Не бывает такого, что заключенных убивают случайно. Не слышал о таком. На мертвых начальник тюрьмы много не заработает. Забавно, кстати. Чем больше охранник этим занимается, тем хуже становится. Поэтому они их постоянно меняют по кругу. Хе. Но, видимо, чуваки понимают какой-то... Получают вкус к садизму. За что ты здесь? Так, убил пару человек. Ну, может, человек 20. И взорвал еще кое-что до кучи. Короче, мелочь по сравнению с тем, за что остальные сидят. Да что-то вот... Я думал, сейчас он расскажет, что его подставили там и так далее. Но выкупать чувака, который убил человек 20, и взорвал кого-то до кучи... Не хочется. Каково здесь? Фигово. Все время нужно быть на страже. Все постоянно хотят позариться на то, что у тебя есть. На твои сигареты, одежду. На твою честь. Я три месяца душ не принимал. Мне порой идти. Хотел бы я куда-нибудь уйти. Ну, три месяца не принимал душ. Как бы, может, ему и легче от этого. Потому что там могут укокошить. Нет? Я слышу крипик в собственной голове. Да, хорошо. Ну, нет. Ну, уж нет. Что-то мне выпускать их не хочет. Но тогда... Кто такая, Джек? Если тут такой хардкор. Ну, то есть, я так понимаю, чтобы сюда попасть, надо совершить нечто экстраординарное. Как минимум. Здравствуй, друг. Это крыло строгого режима. Оно закрыто для посещения. Блок выписки через зал справа от вас. Ваш груз доставят туда после того, как завершится разморозка. Окей. Что-то я предполагаю, что, возможно, и не такая плохая эта тюрьма, как кажется. Ну, то есть, я не считаю тюрьму априори плохой, но обычно блок выписки через дверь на ту сторону помещения. Но по логике вещей, да, нас сюда отправляют, и здесь должны быть нечеловеческие условия и так далее. Но вкупе с нечеловеческими условиями здесь и нечеловеческие преступники сидят, обратите внимание. Простите, Шепард, но в качестве заключенного вы приносите больше пользы, чем в качестве клиента. Бросайте оружие и проходите в открытую камеру. Вам не причинят вреда. Ха-ха-ха. Вы рассказывали о благородных задачах этой тюрьмы. А на самом деле оказались преступником, как и все остальные здесь. Активировать системы. Оп, здравствуйте. Сразу же это. Будем проверять. Будем проверять наши эти. Наши скиллы обновленные. У нас же с вами уменьшено время перезарядки, и все вот это. Они фрукты-фрукты, тварь. Я по трошке поберегу, покидаю умениями. Ого, какая прочная тварь. Хорошо, что у нас пулеметик обновленный. Ребятушки, нам кажется, пора. Нам кажется... Ой, как пора. Вот гаденыш, а. Так, здесь никого. Бежим, 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 бежим. Тут тоже я никого не вижу. А, вот. Здорово, что Шепард после пробежки автоматом становится в защитную сточку. Куда ты гоный? А, ребята, спасайте меня. Ребят, спасайте меня. Батареанцы. Вот батареанцам я не рад вообще. Никогда не любил батареанцев. Ну, не то чтобы я косморасист, просто они еще в первой части описываются как довольно-таки кровожадные утырки. Шепард на свободе. Повторяю, Шепард на свободе. Пришлите сюда людей. Да, конечно. Пришлите людей. Я сейчас тут всех, блин, выпущу. Ну, я считаю, это плохой идеей, но... Но выпущу. Шепард, если взломать этот модуль управления, откроются двери во всех камерах. Придется действовать так, чтобы вытащить Джек из таза. Я все сделаю. Приготовьтесь. Уф. Мы совершаем большую ошибку. Но они совершили гораздо большую ошибку. Ну что ж, посмотрим на эту вашу Джек. Ой. Ой. Это Джек. У меня тот же вопрос был. Ничего себе. Кто-то любит патуировки. Сейчас, видимо, она покажет, на что способна, да? А, она способна. Нам нужно спуститься. Ну, это точно. У. Бортовой компьютер. Тревога, тревога. Они напали на Джек. Ну, здесь хотя бы это... Шкалы здоровья нет. Ничего себе. Они напали на Джек? Вы сейчас серьезно? Кто на кого напал? У. Защита от урона. Спасибо. Охранникам, восстановить порядок. Разрешаю стрелять на поражение, но Джек нужна живой. Техперсоналу закрыть все камеры. Отказ системы же зазняет исключение в седьмом, девятом, одиннадцатом секторах. Вызживших нет. А это Джек все творит? Вот она, конечно, крепкая тетя. Ребята, прячемся. Всем заключенным немедленно вернуться в камеры, иначе я открою все шлюзы на корабле. Это наши? Свои? Непонятно. А, это, кажется, Джек был. Или нет? Ну, тут такой free-for-all, видимо. А, у него щиты еще. Не, вон бронь. Понеслась по броньке. Стрельба. Эй! У-ху-ху! А, кстати, у нас какие-нибудь заряды есть? Оглушающий выстрел. А, нет, это... Это обилки. Черт, у нас патронов нет специально. Вот это, кстати, мое упущение. Потому что, скорее всего, ну, лучше гораздо, если у нас есть еще какой-нибудь пассивный скилл. Он будет всегда нам помогать при любой стрельбе. Потому что... Шепард, охранник заблокировал район за вами. Ищите другой путь к выходу. Да это я уже понял. Внимание, повреждение генератора пришло к перегрузке сетей. Неизбежен сбой основных сетей. О, урон дробовика. Ха. Ты видишь, какого сорта люди здесь содержатся. И одобря не все поступки администрации. Но это в лучших интересах галактики. Так, ладно. Давайте искать вход. Белый. Белый сверху. Вот этот. Дальше. Два синих сверху. Нет. Нет. Вот это. Похоже. И закаменченный вот этот. Супер. Интересно, они использовали код игры для этого? О, кредиты. Откуда-то у чувака были кредиты. Но я думаю, мертвому они ему слабо пригодятся. Ну что? Ой. Простите. Так. Там пытаются все запереть. Что-нибудь? Что-нибудь? Никого не вижу. А? Вижу. А давайте дрона выпустим, а? Еще-то он халтурит. Ребят. Оф. Да, конечно, если бы у нас с вами... Офак. Я хотел сказать, что если бы у нас с вами чуть побольше были вот эти скиллы, ну, в частности, воспламенение, по-моему, чуваков снимали прям за один выстрел. Тут приходится с ними перестрелку вступать. Ага. Что-то они по одному спускаются и дохнут. Как-то не герой с ним. Попал? Не попал. Ну, они все еще спускаются по одному. А Джек-то куда убежал? Фроворная она, конечно. Так, сюда. Сюда. Корпус пробит в 12-м, 14-м и 30-м секторах. Выживших нет. Давайте вот к этому укрытию добежим. Да. Шепард, садись. Шепард, садись. Фух. Так, это было слишком... Слишком. Так, щиты восстановить. На. Куда он полетел? Держи, друг. Столп посреди поля боя. Как мы в первой части, а? Да. Угадал, угадал. Ну что, друг? Ты. Держи. О. Супер. Все в порядке? Там мы собрали, кажется. Бррр. Так, ну, все пока что идет очень гладко как-то. Либо это наш чудесный пистолет. Шепард в укрытие. В укрытие Шепард. О, отлично. Привет. Привет. Да, согласен. Воспламенение, конечно, гораздо круче дрона. Хотя вот в этой ситуации дрона навесить очень даже неплохо. Он там чувака конкретно отвлекает. Хотя в случае с роботом... Давайте сядем. Робот, надо снимать щиты, гаду. И вот этому гаду тоже. Так. А, тяжелое оружие, тяжелое оружие. Ребята, понеслась. Понеслась. И нам надо восстановить народ наш. Ух, ё. Так, пулемет. Пулемет. А. Сядь, Шепард. Шепард, сядь. Сядь. Завалить отсюда. Шепард, 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 Шепард. Пока живой валим. Валим, валим, валим. Фух. А, давайте дрона выпустим. О, ну дрон его хоть ненадолго отплёк. Куда ты идёшь? Ну, раз, два, три. Ёлочка горит. Так, и снова валим. Снова валим. Давайте возродим нашего комрада. Ой, не нравится мне это. Ой, не нравилось мне это. Фух. Все живы? Все живы. Слушайте, внезапно. А, нормально так. Роботы, конечно, напрягают конкретно. Друг, лови. Поймал. И ты поймаешь. И он поймает. Не поймал. Не, поймал. Всё хорошо. Шепард. Найди Джек. Общая тревога. Найди Джек. Ага. Так. Видимо, Джек он тоже хотел продать. Но чё-то у неё не задалось. Я так смотрю. Фух. Кредиты. Ну, отлично. Тут не только в тюрьму зашли, но и подзаработали. Обычно в таких местах... Не угадал. Жаль. У-у-у. Орган. Ну-ка. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Элемент питания. Паноцелин. Спасибо вам за него. Что ещё есть? А, стеной сейф. А, так. Посмотрим. Так. Две ёлки. Две вот этих штуки. Не самый сложный сейф. Да уж. Деньги? Зачем им в тюрьме хранить столько ящиков с деньгами? Ну, ладно. А, это лично сам главный? У-у-у. А он суров. Вы дорого стоите, Шепард. Я могу продать вас и жить как король. Но и бед от вас много. Хорошо, я смогу хотя бы вернуть Джек. Этому не бывает. Вы простой работорговец, у меня нет на вас времени. Я делаю грязную работу, в которой не хотят заниматься властью. Это всё ради блага галактики. Ага. Что? Где? Нас окружили? Традиционно, да. Мы с вами оказываемся прямо посреди веселья. А, знаете что? Давайте-ка... Ой, не то я сделал. Давайте-ка посмотрим, где у нас есть друзья. Вот там есть друзья. А, я хотел наших восстановить. Что-то Мордин любит лежать. Ох. Хорошо бомбануло. Ну что? Друг? Сгорел на работе. Бывает. О, наш дрон рвётся в бой. Мне кажется, вот это не самый лучший путь вперёд. О! А мы здесь что-то можем отключать, да? Эй-яй-яй. Эй-яй-яй. Где он там? А, вот он. Держи. Ага. А вот этот крепкий. Вот этот крепкий, чувак. Ну, как минимум... Ребят, а вы сюда не хотите прийти ко мне на помощь? А, видимо, не хотят. Ну, мы и так, кстати, с вами неплохо тут дамажим. А, Центурион ещё. Блин. А, чтобы сбить им щиты, надо тут сломать вот эту штуку, что ли? Шепард, шепард. Не, надеюсь, у них-то щиты не восстанавливаются, как у нас. Эй. Эй. Шепард, что такое? Шепард. Не, нифига, не разбивается. Ладно, просто присядем. Во. А у них... А, нет, не восстанавливаются. Но мы под перекрестным огнём, правда, там уже наши смогут прикрыть. Наши стоят просто ниже. Их бы, конечно, вот так вот, У и Е, подозвать к нам. Если они придут. Или давайте Ц кинем. И они должны всё-таки нас прикрыть. А, во. Не туда я стрелял. А, друг. А. Что за срань такая? А, это главный. Фух. Давайте подлечимся. Да, панацелина ушла у нас просто горы. А. Друг. А, чёрт. Чёрт, 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 чёрт. Шепард, вали. Вали, Шепард. Ага. Так. Настало время для веселья. А вот и веселье. Хух. Люблю веселье. Так, и гарусом всё же поднимем. Так. Гарус, куда-то в открытое место вышел, а? О, наблюдатель курил. Ну, ты сейчас у меня покуришь, гадёныш. Ты сейчас у меня так покуришь. На всю жизнь накуришься, засранец. Стой! А, Джек, непросто, а? Цербер. Какого чёрта вам надо? Ты в беде, я собираюсь тебя отсюда вытащить. Блеешь, как овца. Я с тобой никуда не пойду. Ты из Цербера. Ммм. Я прошу у тебя помощь. Ты появляешься на фрегате Цербера, чтобы меня куда-то увезти. Думаешь, я совсем дура? Этот корабль гибнет. Мы можем отвезти тебя в безопасное место, но нам нужна твоя помощь. Надо просто её оглушить и забрать с собой. Только попробуй. Мы не станем делать ей больно. Очень мудро. Если хочешь, чтобы я пошла с тобой, сделай мне одно одолжение. Присоединяйся к моей команде, и я сделаю для тебя всё, что смогу. Не делай обещаний, которые не сможешь выполнить. Спорю, у вас на корабле полно баз данных Цербера. Я хочу взглянуть на них, узнать, что про меня известно Церберу. Если хочешь, чтобы я присоединилась к твоей команде, дай мне покопаться в базе данных. Я дам тебе полный доступ. Только попробуй меня обмануть. Ну и чего мы ждём? Пойдём. Фу. Итоги задания. Джек к нам присоединилась, плюс исследование на защиту от урона и так далее. Ну, прекрасно. Ага, начинается с заставки сразу. Добро пожаловать на Нормандию, Джек. Я Миранда, заместитель капитана. На борту вы подчиняете приказу. Скажи, а ты стерви из Цербера, чтобы отвалила Шепард. Я здесь только из-за тебя. Миранда даст тебе доступ к системе. Если что-то найдёшь, дай знать. Слышишь, мы подружимся. Между нами не будет никаких секретов. Я буду читать в грузовом отсеке или ещё где подальше. Не люблю, когда мне через плечо заглядывают. Держи своих людей подальше от меня. Так будет лучше. Миранда не одобреет явно. Ну, с другой стороны, мы в таком положении, что я и не против её позлить. Если честно. Ладно. Так. Что ж. Не сюда я зашёл, не сюда я зашёл. Да, нам надо в техлабораторию. Давайте посмотрим, что у нас теперь доступно. Урон дробовика. Хоть у нас никто его и не использует, но если есть, давайте улучшать. Да, там, стоимость копеечная. Получение брони. Защита от урона. Шикарно. 10%. Спасибо вам. Прототипы, всё там ясно. Что ж. Вообще, наверное, с Гарусом можно было бы поговор... Опять я не туда свернула. Ну, что ж такое-то. Так вот, может с Гарусом поговорить, потому что вроде как письмо пришло, адресованное ему. Может, он уже свой личный квест откроет. Ну, или давайте с Джек поговорим. А, так. Джек. О, они стучат снизу, видимо. А где она тусит? Ну, вряд ли в женском туалете, да? А, она же сказала, грузовый отсек. Только чё-то не похоже, чтобы она здесь тусила. Допустим. А, тут ещё спуск вниз есть? А, она, видимо, хочет совсем побыть одна. Чтобы её в покое оставили совсем. Да, представьте себе, нашёл. Нашоль. Ну, давайте поговорим. Странная она. Эй. Ну. Ну, давайте-ка... О, улучшение. Мне удалось собрать много материалов. Ты сможешь использовать что-то из них против коллекционеров? Я видела схему изготовления имплантантов L5X. Стараюсь держать их в голове. Хочешь знать, что мне потребуется для сборки? Не скажу, что это мое хобби, но я научилась делать кое-что самостоятельно. О, это что? Это улучшение оружия? Нет, наверное, броня. Резервный генератор поля. Иногда ваши щиты смогут полностью восстановиться сразу же после полного истощения. Приятно. Ты, знаете, если захочешь, чтобы я собрала эти имплантаты. Я бы с удовольствием. Как тебе Миранда и Джейкоб? Джейкоб не знает, кто он такой вообще, но это меня не касается. Миранда — цепная сука с сербера. Я это поняла еще до того, как она первое слово сказала. Пожалуй, она мне начинает нравиться потихоньку. Что думаешь о нашем задании? Мне все равно. Я собираюсь выжить, а потом отправиться в свои яси. Расскажи о себе, Джейк. Я сама не все знаю о себе. Спасибо за возможность заглянуть в файлы, кстати. Если они оказались тебе полезны, я очень рад. Не надо ко мне подлизываться. Тебе нужно, чтобы я убивала твоих врагов, а мне нужны эти файлы. Пускай все так и останется. Твои друзья в сербере занимаются всякой дрянью. Я что-нибудь найду. Я точно знаю. Что у тебя произошло с сербером? Они вырастили меня в исследовательском центре. Я сбежал еще ребенком. Так до сих пор и бегаю. Они с тех пор бегают за мной. Но скоро я начну охотиться на них. Ты сейчас об этом думаешь, да? Я ложусь с этим спать. Нет, просыпаюсь с этим. Каждый раз, когда я кого-то убиваю, в мыслях убивают того, кто так поступил со мной. Вообще-то тебе не обязательно жить в этой яме. Она темная и тихая. Ее трудно найти. Вот безопасность в моем понимании. Знаешь, этот корабль мощная штуковина. Можешь стать пиратом. Жить как король. Могу помочь. Мы должны остановить коллекционера. Пиратствовать некогда. Когда закончим, либо погибнем, либо окажемся здесь, в космосе, вместе с кораблем. Подумай. Куча кредитов. Можешь идти, куда захочешь. И столько кровавой резни, сколько я захочу. Почему ты так любишь убивать? Каждый раз, когда умирает кто-то другой, я чувствую, что мои шансы выжить повысились. Все просто. Мне пора идти. Да, ага. Вот это разумное решение, Шепард. Ну, интересная персона. И, наверное, мы будем водить ее с собой с Мирандой. Потому что они так любят друг друга. Хотя, если... Они же обе биотики. И, как бы... Ну, не знаю. А у этих ребят новых задач не будет? Что мы можем сделать, команда? Не. Все то же самое. Когда... Ладно. Ну что ж, знаете, на этом, наверное, мы с вами можем и распрощаться. Я тут в пони пока найду к лифту. А вот или... Вот. Такие вот пироги. В следующий раз посмотрим, что у нас там еще с заданиями. Что-нибудь из этого выберем. А пока на этом все. Спасибо Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Миша Фомину Языклик. И за то, что продолжают поддерживать канал. Ну и огромное спасибо всем вам, что вы здесь смотрите эти прохождения. Увидимся в следующем эпизоде. Хотя, я так понимаю, с этой недели у нас будет с вами только три эпизода Mass Effect. Потому что у меня новая работа и определенные трудности с поддержанием такого расписания плотного. Но постараюсь что-то придумать, конечно. Вот. А на этом все. Всем удачи. Счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok